Все-таки бумажные книги делать не хочу. Вы сами знаете, как выглядят российские города. И я на самом деле очень охренел это делать. Факт жизни, что люди рождаются неравными. Все форматы электронных книг убогие совершенно. Евгений Горин. Артем, добрый день. В книге Дона Нормана «Дизайн привычных вещей» есть раздел «Будущие книг». Процитирую отрывок. Почему книга должна состоять из слов и иллюстраций, предназначенных для линейного чтения с начала и до конца? Почему она не может состоять из небольших разделов, которые можно читать в любом порядке? Почему книга не может быть динамичной, с видео и аудиосегментами, меняющимися в зависимости от того, кто читает книгу? Почему слово «текст» не может означать что угодно? Голос, видео, изображение, диаграммы и слова? Что, если эта книга была бы интерактивной? Если бы вам сложно было понять, вы могли бы, допустим, нажать на страницу, тут же появился бы я и все вам объяснил. Интересует сама идея появления такого формата книг в бюро. Это просто пересечение идей с Норманом или удачное воплощение в жизнь задумки автора. Раскройте историю книжного направления, если, конечно, вы уже ранее эту тему не поднимали. Спасибо. А Евгений, хотя я читал когда-то книжку Нормана, я вообще вот об этих его мыслях не помню. И на самом деле, даже если бы, ну, даже если это я действительно читал, в таком виде мысли эти меня никак не могли бы, наверное, вдохновить, потому что они слишком абстрактные и непонятно, что с ними делать. Вот эту тему, собственно, как появилось у нас книжное направление, я на самом деле считаю ее важной, потому что формат, который у нас появился, я считаю важным объяснить, почему он такой и как он, откуда он взялся. И для этого даже мы в свое время опубликовали целый манифест, в котором я рассказываю, как мы к этому пришли. И начинается, на самом деле, я все это с моего рассказа, о том, как я в детстве любил книжки, показываю эти книжки свои любимые, там, этого слоненка, энциклопедию, которую у дедушки я всегда приезжали, листал. Вот. Почему это важно? Потому что для меня в нашем электронном формате именно важно, чтобы люди понимали, насколько я ценю вообще бумажные книги, хорошие книги. И вот это ощущение того, когда ты хорошую книжку берешь в руки. И, собственно, эти, так сказать, ноги растут оттуда, в первую очередь. Во вторую очередь, естественно, в какой-то момент, ну, естественно, я всегда хотел и бумажные книжки тоже делать, но в какой-то момент я помынул, и в том числе, и занимаясь интерфейсами, и изучая какие-то все, что вокруг еще в жизни происходит, я понял, что я все-таки бумажные книги делать не хочу. Как минимум, потому что уже настолько много всего в этом мире сделано, что что-то заявить я вряд ли новое настолько, чтобы это стало заметным, смогу. А вот в мире электронных книг творится совершенно ужасное, и это как раз жанр, в котором я и как дизайнер интерфейсов, и как любитель книг могу сделать что-то новое, что-то хорошее, то, чего не было раньше. И в качестве, собственно, откуда этот формат вырос и как он появился, меня вдохновили несколько человек, которые я могу привести именно прямо. Первый – это Ярослав Гришилов, который когда-то в Советы прислал целый список своих принципов возможных для электронной книжки, и, по-моему, чуть ли не 100% их мы, собственно, и использовали, потому что они очень правильные. То, что вся книга должна представлять собой одну страницу, а не какую-то погенацию по разному. Это должна быть один большой объект, в котором ты можешь и искать, и перемещаться беспрепятственно. Это первая мысль. То есть она должна быть в вебе. Она, собственно, должна быть индексирована, интерактивна и так далее. В общем, это одна история. Вторая история. Как-то в разговоре меня вдохновил Рома Воронежский, он, скорее всего, этого не вспомнит, когда мы с ним обсуждали вот эту прокрутку, и что вроде бы на экране удобно прокручивать, а не листать. Он сказал, а вообще-то в книжке важны развороты, потому что когда ты видишь разворот, ты понимаешь, что у тебя справа, что у тебя слева, ты можешь запомнить. Одна мысль отделяется от другой. Я подумал, да, действительно, это же правда. Значит, надо просто совместить и прокрутку, и развороты. И эта мысль со мной жила потом несколько лет. И третий человек, который меня вдохновил, это дизайнер Мэтью Баттерик. Он был когда-то юристом, потом стал дизайнером, умным дизайнером, который пишет всякие тоже манифесты, концептуальные вещи. И одна из вещей, он, собственно, свою... Он тоже пишет книжки. Свою книжку он опубликовал в виде веб-сайта. И в чем там история? Он тоже по этому поводу написал целую статью, что почему он не хочет делать e-pub и прочую гадость. Потому что, во-первых, все форматы электронных книг убогие совершенно. То есть у них все переливается механически. Они выглядят как полное дерьмо. А во-вторых, потому что сама бизнес-модель с этими электронными книжками она совершенно не в интересах автора. То есть на книжках зарабатывают агрегаторы, а авторы получают кукиш. А как зарабатывать в интернете непонятно, сказал Мэтью Баттерик. И поэтому он сказал, что я всем выдаю свою книжку в вебе бесплатно, а вы можете своими донатами мне что-то прислать. Это меня очень вдохновило, но в том смысле, что я подумал, что нет, я это хочу изменить. Я хочу сделать по-другому. Я хочу, чтобы авторы зарабатывали дофига на своих книжках. И чтобы книжки выглядели офигенно при этом. И чтобы они были в вебе. Собственно, так появилась бизнес-модель с подпиской и с очень хорошей авторской долей, которую получают авторы в нашем издательстве. Пожалуй, это самое важное, что есть. Если вам интересны еще какие-то подробности, детали о формате, я очень рекомендую свой манифест вам почитать, посмотреть, полистать. Бахыт Елюбаева. Купила подписку на электронную книгу Николая Таверовского «Управление проектами, людьми и собой». Это самое информативное, доходчивое и интересное обучающее пособие, что я видел. Спасибо. Предполагаю, что другие книги такие же. Проверьте. Вопрос. Будет ли электронная книга на дизайн продуктов? Бахыт, вы задали очень такой вопрос, прям важный для меня. Дело в том, что, возможно, вы знаете, что рукопись этой книжки уже написана давно. Ее, как и для типографики Вёрстки, я писал в формате советов на нашем сайте. И есть один момент. То есть, если типографику Вёрстки я писал где-то там полгода, ну или около, чуть больше, то вот эту книгу дизайна продуктов, рукопись, я писал, по-моему, три года. И я, на самом деле, очень охренел это делать. Но это для меня было очень важно, практически делать в жизни. То есть, все свои представления о дизайне, о том, как он работает, я в этой рукописи отразил. Но при этом это было безумное количество работы. И при этом очень, как мне казалось, по крайней мере, неадекватные интересы людей к этой рукописи. Тем не менее, я по-прежнему считаю, поскольку эту штуку важным делом в своей жизни, эта книга обязательно в нашем издательстве когда-нибудь выйдет. А если вы хотите мотивировать, если вы знаете, что это за книжка и что за рукопись, поставьте, пожалуйста, ролик на паузу. И прямо сейчас в комментарии напишите, что мы хотим, чтобы книга вышла в издательстве раньше. Да, голосую за дизайн продуктов. Любыми словами, которые, собственно, мне могут понять, что вам не все равно. Серджио М. Как вы считаете, существует ли условный талант или, если по-другому выразится, предрасположенность? К нашему случаю, к дизайну, но тут можно ставить все, что угодно. Как объяснить то, что некоторые люди с меньшими усилиями достигают больших успехов в сфере, а некоторые вкладывают больше усилий и достигают меньшего, нарушая правила 95% труда и 5% таланта? Почему некоторые люди от природы лучше чувствуют композицию, цвет и так далее? А также дополнительный вопрос, почему молодое поколение всегда обгоняет старших по навыкам, как с этим мириться? Давайте начнем с таланта. Я считаю, что на самом деле этот вопрос не очень продуктивный. Почему, естественно, факт жизни, что люди рождаются неравными? Кто-то родился в семье тракториста, а кто-то родился в семье музыкантов. Если ребенок с младенческих лет слышит какие-то сложнейшие гармонии, вполне вероятно, скорее всего, что ему будет легче и он быстрее будет делать успехи в музыке, чем сын тракториста, возможно. Но это не значит, что это должно сына тракториста каким-либо образом останавливать или его демотивировать. Я, опять же, пример из музыки. И я уже в этом ролике говорил, что некоторое время назад я стал снова заниматься гитарой после долгого перерыва. Мне нравится тяжелая музыка. К примеру, я занимаюсь уже почти... Скоро будет два года. Через полгода... Сейчас второй год идет, через полгода будет два года. Я знаю чувака, который за два года стал строгать рифы, покручить какого-нибудь аннигилятора, например. А у меня получилось так, что в первый год я в 16-й дошел до 140 ударов на метрономию. Потом что-то случилось, у меня стали болеть обе руки, и все резко пожухло. И я даже взял перерыв на месяц. Но ничего страшного, все, руки отдохнули, я сейчас опять иду 110-120, и там дальше будет видно. Я не переживаю, даже если это у меня займет 5 лет, я замотивирован научиться. Мне это интересно и в кайф. С дизайном все то же самое. Окей, если вы выросли в какой-то трущобе и все детство просидели в какой-нибудь грязи трясине, и наблюдали там, не знаю, какие-то ужасные кустики, заборчики и прочую фигню, тем не менее, если вы понимаете, у вас есть как бы желание, и вы понимаете, что есть прекрасное, которое вы когда-то увидели, и оно вас вдохновило, и вы захотели стать хорошим дизайнером, значит, что если вам действительно это надо, если вам действительно это хочется, вы сделаете все для того, чтобы этот вкус развить, для того, чтобы понимание и чувство прекрасного у вас выросли. И это доказывает множество совершенно самых разных дизайнеров, которые там приехали из каких-то нечеловеческих глубинок, у которых вы сами знаете, как выглядят российские города, какие книжки люди читают в детстве сейчас, и так далее. Поэтому совершенно принимать этого внимания, конечно, можно, то есть если вам повезло с талантом, ну и дай бог, я рад за вас. А если нет, ну это не повод расстраиваться. Делайте то, что вам нравится. Зоя Беллаш, что значит цветная плашка под именем советчика? Зоя, ну сколько можно? Вот вам название, вот вам ссылка, вот уже 10 раз отвечали. До скорых встреч. Я хочу вручить приз за интересный вопрос Евгению Горину. Он спрашивал о том, откуда взялись наши электронные книжки. Ему за такой интересный и вдумчивый вопрос я хочу подарить полгода подписки на все книжки, которые вышли в издательстве и выйдут в ближайшие полгода. Для того, чтобы получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к ролику. В дизайне можно вот так, извините, раскинуть понты. И хреновый код. Ну это поставь налево, это поставь направо. Найти работу получше. Сколько из наших зрителей знают диджея Макса Тау? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok